Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер Кубка мира, двукратный чемпион Европы среди кадетов и юниоров, чемпион мира среди студентов Расул Чунаев, отныне чемпион первых европейских игр Бакуа 2015. Именно он принес первое золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 килограмма в азербайджанскую копилку. Каждое достижение по-своему дорого мне, но эта победа более значима, так как это первые европейские игры. Это история. Я никогда не любил читать историю, зато писать ее я очень люблю. Я очень рад, что завоевал золотую медаль первых европейских игр в первый же день соревнований. Расул Чунаев родился в Валокянском районе Азербайджана. В 2014 году он окончил Академию физической культуры и спорта. Сегодня Расул Чунаев является военнослужащим государственных пограничных войск Азербайджана. До завершения его службы остается около месяца. Чемпион европейских игр горд, что выполняет свой долг перед отчизной не только как солдат, но и как спортсмен. Думаю, азербайджанский солдат должен быть таким. Должен всегда приносить победу своей родине. Как сейчас помню, на чемпионате мира в 2014 году я вышел на ринг с борцом из Армении. Я чувствовал большую ответственность и был настроен на максимальный результат. С первой же секунды я взял над ним верх. Я одержал победу со счетом 11-0. Еще одним запоминающимся моментом для болельщиков стал танец молодого спортсмена после финальной схватки на Всемирной универсиаде в Казани летом 2013 года. У меня была травма, и меня не хотели пускать на это соревнование. Но я все же поборолся и победил олимпийского чемпиона. Вот почему я был так рад и показал свою радость в танце. Конечно же, чтобы достичь спортивных высот, борцу пришлось просить через многие трудности. В 2000 году, когда Расулу было 9 лет, его заметил один из тренеров борьбы греко-римского стиля Исмаил Чопсиев. Шустрость мальчика настолько привлекла внимание Чопсиева, что он решил стать его личным тренером. Исмаил Чопсиев очень верил в Расула. Он прогнозировал ему блестящую спортивную карьеру и посоветовал нам отправить мальчика в столицу. Мы так и сделали, хотя было очень сложно. Меня многие упрекали, что как ты можешь отправить ребенка далеко, что он еще очень мал. Но я никогда не жалела, и я очень рада и горжусь своим сыном. Представьте, как мне 10-летнему ребенку было трудно жить в 500 километрах вдали от семьи. Я старался не показывать, как мне было сложно, но как только я оставался один, я не мог сдерживать слезы. Я благодарен своему тренеру, что он привел меня в большой спорт. И, конечно же, благодарен своей семье за поддержку – маме и сестрам. У меня есть двоюродная сестра, ей 5 лет. Я сильно привязан к ней, она мне как дочь. А знаете, самое интересное – перед каждой своей победой я вижу ее во сне. Так было и на этот раз. Расул Чунайф настроен на победу на Олимпиаде в 2016 году, которая пройдет в Рио-де-Жанейро. Каждое его достижение укрепляет в нем дух победы. Хаяла Гараева, Надим Габибов, Сибиси.